вчера здесь проходил у нас день поля я хочу показать уже спокойной обстановке то что мы показывали вот здесь у нас пшеница поселена сплошным способом так как обычно мы ее выращиваем это сорт юмпа 3 миллиона на гектар посеяно семян и 100 килограммов амафоса дано 50 килограммов на линию посева и 50 килограмм ниже линии посева между двумя рядами вот наши опытные участки и здесь достаточно много здесь опыты сделаны по трем сортам детально по нормам по удобрениям и еще 12 сортов просто испытания на этих опытных участках мы проверяем интересную для нас новую схему посева это посев через 35 сантиметров и разные нормы высева вот на этом участке сорт юмпа 32 миллиона и при посеве мы не давали никаких удобрений для того чтобы понимать вот суть этого опыта скажу что на всех участках мы азотное питание одинаковое при возобновлении вегетации мы внесли 150 килограммов аммиачной селитры но как сработало это азотное удобрение зависи очень раз по-разному в зависимости от того был фосфор дан или нет вот здесь тоже юмпа 2,6 миллиона если мы посмотрим внимательно наряд видите междуряди открыты их видно хорошо здесь предшественником везде был лен пожнивные остатки сохранены это мы сели эти опытные участки селкой джерарди дисковой и расстояние между рядами везде 35 сантиметров рядом у нас есть такие же посевы такие же опыты сплошным посевом видите здесь вчера прошла большое количество людей немножко потоптали но сам опыт остался в основном целым а вот здесь посеяно 2 миллиона семян на гектар это пшеница лежит после нашего вчерашнего прохода или пробега в этом году у нас на удивление май влажный обычно это сухо и вот это пожнивные остатки это очень хорошо для того чтобы сохранять даже то небольшое количество влаги которые у нас обычно есть идем дальше вот сейчас я показываю границу где мы начали опыты где вносим 50 килограммов малофоса на линию посева посмотрите как уже сейчас можно видеть разницу развитие здесь ниже растения колос только выходит здесь уже он практически вышел с флагового листа и видите колошение идет вовсю если сравнивать справа без фосфорного удобрения на старте а здесь есть и при этом селитры дано было и там и там одинаково но если нет фосфора то азотное удобрение тоже не может раскрыть весь свой потенциал вот можно посмотреть как посеяно здесь селка остановилась как выглядит посев широкие междурядья фактически не замкнулись ряды и вот уже 50 килограммов мы даем уже немножко ситуация другая междурядья мы заглянуть уже очень сложно идем дальше опыты повторяются той же последовательности 32 миллионов затем эта граница 32 26 и 50 килограммов амфоса также дано вот можно видеть как выглядят ряды пшеница уже колосится вот здесь мы наблюдаем границу между два и шесть и два миллиона даже два миллиона посеяно междурядья очень сложно увидеть и и вот еще одна граница которая очень хорошо видно здесь мы опять значит повторяем все опыты с 3 и 2 миллиона до 2 но 100 килограммов амфоса дано при посеве на линию посева вот это 50 килограммов амфоса а вот это сейчас я начинаю показывать 100 килограммов амфоса обычно бытует мнение что больше 10 килограммов действующем веществе во время посева давать бессмысленно так растение все равно не усвоит но вот этот опыт наглядно показывает что это не так 100 килограммов еще лучше выглядит чем 50 ну и надо учитывать то что удобрения сконцентрированы на одном и ряду если вот например сравнивать то же самое сделать на при междурядьях 15 сантиметров то один ряд это как заменяет 2 и 3 десятых ряда при обычном сплошном севе то есть и удобрения сконцентрированы на одном ряду вместо 2 и 3 десятых рядов вот тоже самое только 100 килограмм можно посмотреть видите уже совсем другой вид то есть часто бывает так что конечно в этом году влага с осени более больше продуктивной влаги и так далее но вот именно когда мы смотрим сравнение где нет удобрений и где есть куда можно только реально оценить как работает азот на какой на разных фонах фосфорных и как развиваются растения это очень наглядно здесь но конечно окончательно и будет выводы делать можно только после того когда мы берем урожай здесь естественно разбор уборка будет мы почему сели на ширину все опыты сделаны на ширину захвата жадки нашего комбайна для того чтобы можно было потом все это оценить понимаю что у широкорядного посева есть свои плюсы свои минусы также есть сторонники этого вида посева и противники поэтому тут у нас тоже получается очень хороший опыт широкорядный посев а рядом у нас вот здесь на обсеве тот же сорт тоже норма 3 миллиона посеяна сплошным способом и те же удобрения тоже защита и у нас будет возможно сравнить тоже при уборке как покажет себя широкорядный посев и как покажет себя сплошной посев продолжаем осмотр участка еще много смотреть на вот теперь смотрите начинается новый сорт этот опыт мы повторили на трех сортах и везде все это повторяется новый сорт миссия одеска вот опять начинаем без удобрений 3,2 миллиона посеяна а вот смотрите рядом тот же юмпа в которой 2 миллиона но 100 кг фосфора видите какая разница вот 2 миллиона вот 3,2 миллиона там и там мы дали 150 килограмм в селитры но фосфора здесь нету при старте а там есть и какая разница 3,2 миллиона без аммофоса эти хорошо видны междурядья вот здесь мы большое количество людей прошло протатало дорожки конечно но тем не менее надо было все увидеть миссия 2,6 миллионов без аммофоса мы видим что ряды хорошо можно посмотреть рассмотреть что тут делается в междурядьях кулос только выходит из пазухи практически только он выходит из пазухи флагового листа и вот 2 миллиона тоже без стартового удобрения фосфорного вот граница где мы начинаем опыты тоже тот же сорт но даем 50 килограммов аммофоса на линию посева осенью вот как выглядит здесь селка останавливалась и можно посмотреть как это выглядит уже в междурядья заглянуть сложно посмотреть рассмотреть пожненные остатки потому что уже колос есть и немножко закрыла междурядья идем дальше вот граница между 2 и 6 и 2 конечно визуально трудно и заметить разницу когда такие небольшие градации идет но я думаю уже при уборке мы более точно сможем сделать выводы вот здесь 2 и 6 справа 2 миллиона слева вот тоже можно посмотреть 2 миллиона посеяно здесь посмотрите какой лист растение здоровое есть влага повезло перед семинаром у нас ночью выпало 9 миллиметров осадков да еще очень важный момент здесь была одна гербицидная обработка совместно с инсектицидом и фунгицидом и второй обработка фунгицидом с инсектицидом и есть результат конечно видно здесь уже мы смотрим то же самое но на фоне 100 килограммов при посеве вот здесь посеяно тот же сорт но 2,6 миллиона расстояние 35 сантиметров ряды практически сомкнулись здесь миссия одесская 2 миллиона на расстоянии 35 сантиметров выглядит очень многообещающе а вот граница между миссия одесской и венгерским сортом надор сорт надор мы впервые выращиваем у нас есть он и сплошном посеве и широкорядном здесь посеяно без удобрения вот тут у нас один сочник что-то забился не заметили видите на каком фоне мы семьи можно посмотреть сбоку как выглядит растение в ряду в ряду они достаточно густо не скажешь на нередко поздней на остатки остались и мы видим что междурядия практически не закрыты можно хорошо посмотреть сверху что там внизу находится при том что здесь 3,2 миллиона посеяно здесь 2,6 вот можно увидеть по границе сорт юмпа посеяно с простым способом видите как насколько он выше стоит он уже колосится надор явно от всех этих сортов которых мы проверяем широкорядный посев отличается своей скороспелостью у него даже вот колос еще не выдвинулся и вот сейчас видно граница вот я ее отсюда снимаю где начинается участок где мы давали 50 килограммов амфоса при посеве здесь не было фосфора только азот здесь фосфор при посеве количество 50 килограмм видите сейчас уже очень хорошо видно разницу и здесь уже мы видим что есть колос выходит если там еще он даже не вышел то здесь колос уже наверху он начинает выходить с флагового листа вот можно посмотреть где съелка стартовала как выглядит если захотеть сверху посмотреть уже особо не увидишь между ряде так как там где без амфоса на серии как можно заглянуть снизу практически растение хорошо развиты здоровые широкий лист колос уже выходит но для сравнения эти юмпу она уже давно гласится как это отразится на урожайности тоже интересно на 2 и 6 миллиона эти междурядья практически закрылись здесь 2 миллиона я не вижу большой разницы где мы видели 2 и 6 и 2 и вот новый участок где мы уже даем 100 килограммов амфоса который как будто бы не должен усвоиться как будто его много но вы видите разница вот два три ряда где 50 килограмм и вот рядом 100 килограмм при посеве на линию посева и по высоте отличаются и по развитию видна разница идем дальше в междурядья заглянуть практически тоже невозможно здесь граница 32 26 визуально я не вижу большой разницы вот посмотреть как развивается растение когда у него все есть и фосфор и азот и защита хорошее окущение мы здесь находим даже окущение по 5-6 стеблей с одного семени при том что мы запоздали с посевом если мы начали сеять 3 октября на первых полях где потом пошли дожди и 10 дней мы не могли войти в поле и уже приступили сеять после 16-17 здесь было по 7 октября то есть немножечко задержались и вот такое развитие вот видно здесь остановилась селка мы впервые сели этой селкой точным высевом зерновые поэтому были постоянно у нас там вопросы неполадки настройки такие вещи сейчас очень интересно смотреть вы видите междурядья практически увидеть невозможно все соединилась очень хорошее развитие колос хороший я думаю все это скажется на урожая конечно мы потом будем оценивать еще и экономическую эффективность применения вот таких доз амафоса будем искать более кармически целесообразную норму внесения вот посмотрите это тот же сон который мы смотрели без удобрений где видны ряды хорошо междурядья просматривается и вот здесь посеяно 2 миллиона междурядей практически нет посмотрите как развита растение колос какой интересный и практически заглянуть междурядья я не могу могу показать что опустить только камеру и показать что там посеяно на широкие междурядья и туда уже даже солнце не попадает я смотрю а теперь мы уже тут коллекция у нас целая 12 сортов краснодарской селекции которые их было мало нам дали на испытания и поэтому мы посеяли средней нормой 2,6 миллиона и 100 килограммов амафоса на линию посева вот посмотрите первый сорт опять же мы посеяли все на ширину захвата жатки на полную жатку что мы могли убирать это уже достаточно хорошо себя зарекомендовавший сорт таня вы видите что колос уже наверху и что интересно междурядья сомкнулись уже при том что посеяно на 35 сантиметров вот здесь граница между сортами и сейчас у нас участок с сортом гром по-другому вылетом видите более прямо стоячий флаговый лист даже еще не завернулся и мы видим что четко просматривается междурядья переходим на следующий вот граница хорошо видно это сорт доля он очень хорошо развит выше чем предыдущий сорт если посмотреть вот так посмотрите какие мощные растения вот здесь можно увидеть и фактически они сомкнулись вверху опять граница между сортами очень хорошо видно разница это другой сорт стан называется посмотрите этот еще даже колос не вышел этот уже весь наверху здесь посеяно всего 2,6 миллиона и междурядья 35 сантиметров даже трудно представить видите фактически все сомкнулось вот я смотрю опять место остановки селки и и посмотрите вверху это уже сплошной массив не скажешь что здесь селось таким широким междурядьем я смотрю очень по-разному эти сорта ведут себя широкорядном посеве четко видим как они кустятся как они раскладываются этот новый сорт мы переходим вас а уже по-другому выглядит можно увидеть междурядья но плохо просматривается заглянуть туда опять же невозможно и уже вовсю колоситься идем дальше опять граница и другой сорт юка видите по созреванию он позже идет у него очень широкий лист тоже фактически мы видим что такое широкое междурядье фактически она сомкнулась вот можно посмотреть как он развивается видите не видно даже междурядья очень хорошо здесь раскустился и практически все закрыло идем дальше начинается другой сорт совсем по-другому выглядит ничто иное как ольхон посмотрите как он выглядит вместе остановки практически тоже все замкнулась очень широкий лист у него колос еще только выходит и вот самый высокий сорт с таким романтическим названием адель весь колос уже наверху растение самой высокой из всех этих сортов междурядья заглянуть невозможно но видно хорошо ряды хорошо просматривается достаточно популярное сейчас имя и сорт очень интересный граница с новым сортом он пониже но колос тоже уже весь наверху и даже интересно он как бы торчит над посмотрите вот эти два разных сорта как они по-разному выглядят и оба по-своему интересны этот сорт называется сила хочу показать еще один опыт который у нас получился даже можно сказать случайно тем не менее проанализировать это тоже стоит вот здесь пшеница была посеяна и мы обработали ее разными гербицидами видите разницу вот я стою на границе она очень хорошо видно здесь колос давно выдвинулся здесь все произошло с запозданием это тоже интересно потом проанализировать когда будем убирать и сделать отдельно убрать комбайном слева и справа от границы работы опроискателя с одним из другим препаратом продолжаем новый сорт лебедь тоже хорошо густится наверно при таком питании и трудно не пропуститься ряды видны выглядит интересно а вот это по моему бригада у нас сейчас посмотрим тоже у нас жалеть сколосится да это бригада да это бригада и последний сорт нашей коллекции курс вот здесь у нас место где была когда-то еще в советское время повозная куча и до сих пор отличается она вот здесь чуть повыше все а там дальше обычная ситуация по питанию проходим этот сорт им здесь обсе у нас произведен тем же сортом юмпа который вначале мы смотрели но сплошным способом вот так выглядит концовка этого поля как изюминка для украшения нашего путешествия мак на краю и на гриф это было Продолжение следует...